Союз Женщин России празднует юбилей. В этом году организации исполнилось 30 лет. В Махачкале в Доме Дружбы собрались члены Дагестанского отделения Союза, представители Министерства, ведомств, чтобы отметить это событие и вручить награды отличившимся. Абдурахим Белалов-Даганай расскажет подробнее. Началось торжество 30-летия Союза Женщин России вручением наград отличившимся членам организации. Союз объединяет в своих рядах женщин с активной жизненной позицией, которые стремятся реализовать свои таланты и стать примером для других. Фатимат Набиева – председатель Совета Женщин Хунзалского района. Ей вручили благодарственные письма от президента России и главы Дагестана. Она боролась за права женщин и помогала решать их проблемы еще до создания Всероссийской общественной организации. Как вы знаете, женщины в горах, в селении, у них свои особые проблемы. Они очень скромные, они все терпят. Как-то мы старались, чтобы у них было доверие к нам. Они не всем же доверяют тоже свое сокровенное, свое семейное. Как бы тяжело, трудно не было, я их всегда понимала, как могла, поддерживала, помогала. Отметили награды за активную жизненную позицию и Азаеву Патимат, участницу августовских событий 1999 года в Дагестане. Ей вручили памятную медаль Союза Женщин России. Она была в числе тех, кто решился дать отпор врагам, посигнувшим на свободу ее земляков, целостность и единство Дагестана и всей страны. Патимата Заева была награждена орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Я руководила по распоряжению районной администрации, была назначена руководить пищеблоком. И все мероприятия, все через продукты, гуманитарку, все проходило через меня. И мы кормили всех людей, начиная от судебно-исследовательного органа, кончая ополченцами. Мы уже женщины шли и думали, к топорам, виллы, чем можем, нападем. Мы не уступим, мы не дадим им, мы сразу их поселение Рахата придержали. Вслед за Союзом Женщин России в 1993 году создается Союз Женщин Дагестана. Первым председателем была Фазу Алиева, а сегодня эту ответственность взяла на себя Интизар Мамутаева. Ей известны проблемы и заботы женщин нашей республики. Почти за несколько десятков лет региональным отделением было реализовано огромное количество социальных проектов. 30 лет, казалось бы, небольшой срок профессионирования Союза Женщин России. Но за это время нам пришлось испытать много взлётов и падений. Когда буквально из руин приходилось доставать наше общество. Когда на долю женщин выпала огромная ноша выдержать и выкарабкаться из состояний социально-экономической разруби страны, из социальной нестабильности страны, падение духовно-нравственных ее устойств. Вот тут-то и опять женское чутьёк и смелость во многом помогли выстоять и стабилизировать состояние нашего общества. И они сыграли значительную роль в развитии нашего дагестанского общества. Под руководством Союза Женщин и Дагестана во всех образовательных организациях созданы советы отцов. И эти отцов добрались. И вам большое спасибо за эту такую платформу, конкретную, точечную работу. В настоящее время завершается работа по созданию вузов и исследований специальных учебных заведений нашей республики Совета Девушек. На деятельность Союза Женского Движения возложена большая ответственность. Дагестанки принимают самое активное участие в реализации общегосударственных проектов. Отделения Союза Женщин и Республики, женсоветы в каждом районе ведут активную работу на местах. Поддерживают многодетные семьи, помогают инвалидам и малоимущим. Обращаются в различные инстанции, защищая права женщин и детей. Авдурахим Белаладага, Махрабик Амариев, Камила Раджабова, Юсуп Газямаров. Время новостей.